Жизнь без забот и без запаха закончилась для собственников квартиры 48-го дома по улице Свободы в прошлом году летом. С августа сюда повадились ездить осенизаторские машины и сливать отходы в люк водоканала. Сначала одна-две, теперь до сорока цистерн в день. Начинают глубокую ночью, ей же и заканчивают. Мы же форточки вообще не открываем. Вот у меня здесь балкон, я все время на балконе белье сушу. Я не могу сушить, я не выношу белье, потому что невозможно дышать. Очень сильно пахнет у нас. Люди даже мимо идут, все смотрят, что они сливают. Говорят, все, невозможно дышать. Как вы здесь живете? Они все время нас и закрывают. Это правда, мы уже не можем. Никто нам не помогает, никто к нам не приезжает. Звони, не звони, они на нас вообще внимания не обращают. Как же мы должны так жить, если у нас под носом это творится? Это невозможно. Чтобы опорожнить машину, у матерых водителей уходит всего пару минут. Жильцы уже и номера на листок выписывали и подходили с душевными разговорами. По-хорошему просили не сливать отходы у окон дома. Я подходила к ним почти ко всем, каждый день, мальчишке, по-хорошему говорила. Ну, вы понимаете, один мальчик мне сказал, что у нас есть точка. Я говорю, ну, вы раньше куда-то сливали, у нас есть точка в городе, но нам невыгодно далеко, нам здесь побыстрее, мы больше сделаем рейсов и больше заработаем. Я говорю, а вы откуда? Они частники, частники. Морозом здесь рады, пахнет не так сильно. Жильцы звонили и в мэрию, и коммунальщика мука, и водоканал. Никто найти управу на осенизаторов-частников не может. Приезжали, здесь что-то поделали, уехали, и после них сразу стали приезжать машины. У нас даже в подъезде, б***ем пахнет. Невозможно. Скоро, наверное, мы будем захлебываться этим б***ем. Жидкие отходы осенизаторы должны сливать на станции по приему ЖБО. Таких в городе две. В центре от МОПС ЖХ и в районе Козьего болота от водоканала. Но там платно и территориально не всем удобно. Власти о проблеме знают, поэтому в планах строительства еще семи точек в частном секторе. Но это затратно, а значит, не быстро. Ответственность за вопросы водоотведения полностью в руках власти региональных. Городские чиновники могут предложить только содействие. Следующее планируется к строительству. Это на территории, существующей уже станции КНСК, на улице Смирнова. Это на набережной. Ну и в планах в дальнейшем, как бы, также планируется эту работу продолжить. Потребность в станциях существует. Тарифы, которые на сегодняшний момент действуют, они невысокие. Они невысокие. И наша задача обеспечить слив. То есть, вот тех организаций, которые на сегодняшний момент занимаются, оказывают услугу по сливу ЖБО, по сбору населения и сливу, чтобы это было доступно, чтобы это было недорого и не наносило ущерб экологии города. За несанкционированный слив осенизаторам положен штраф, но на физическое лицо совсем небольшой. А для того, чтобы административку назначили, жителям нужно писать заявление в Департамент природных ресурсов или Управление Роспотребнадзора. Важно приложить фото и видеодоказательства фактов слива, указать номера машин. Водоканал от загрязнителей нелегалов страдает. Из-за слива ЖБО повреждаются и засоряются коммуникации, ремонт которых влетает в копеечку. Со своей стороны они могут предложить только люк у дома заварить. Сколько еще таких адресов по городу, но с менее активными жителями остается только догадываться. Штрафовать осенизаторов никто не может, повлиять на них тоже. Дипломатические меры, такие как уменьшение тарифа за слив ЖБО, видимо, не помогают. А все подряд люки не заваришь. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.